Доброго времени суток, дорогие друзья! Вы на канале Юбилейные Монеты. Сегодня в честь 79-летия победы в Великой Естерной Войне Советской Армии я хочу вам показать все монеты, которые вышли с периода 1965 года по сегодняшнее время, все серии монет, вышедшие в обычном исполнении для обращения, ну, некоторые монеты для коллекционеров. Будет называться, скорее всего, видео «Парад Победы монет» с СССР по наше время. Как-то так. Вот, друзья, давайте, ну, я не буду вам все монеты доставать конкретно, а буду вам показывать их пока в альбоме. Вот, а отдельно я сниму еще короткие видео по каждой монете. Это будет тоже такой цикл видео, посвященные Великой Естерной Войне. Победе советского народа над фашистской Германией в Великой Естерной Войне. Итак, дорогие друзья, сейчас я вам расскажу о монетах, которые вышли в Советском Союзе еще, естественно, и по наше время. Итак, самая первая монета – это монета «20 лет победы над фашистской Германией». Вот так вот она, друзья, выполнена. Также встречаются эти монеты в состоянии Proof, ну, в качестве чеканки Proof. У меня в данном случае монета стоит, ну, очень мало. Возможно, у вас такие тоже монеты есть. Это первая монета «20 лет победы над фашистской Германией». Далее у нас идет также монета «30 лет победы над фашистской Германией». Вот такая, друзья, монета. Это Рудина Мать зовет. Вот такое вот стилизованное изображение. Звезда. Вот годы войны у нас изображены. Вот такая, друзья, монета. Следующая монета – это уже идет монета. Сейчас вам ее покажу. 40 лет. 40 лет победы. Вот 40 лет победы. Советская. Вот она, друзья, 40 лет победы. Вот так вот она выглядит, тоже красивая. 1945 по 1985 году она вышла. Возможно, у нас тоже есть. Кстати, она у меня в довольно-таки хорошем состоянии. Вот эта монета. Это монета номинала в 1 рубль СССР. Далее расскажу вам о следующих монетах. Это монеты идут у нас уже в честь юбилея. 50 лет победы. 50 лет победы. Это монеты коллекционные. Вот такие вот, друзья, монеты. У меня, конечно, не все пока монеты, к сожалению. Вот эта серия памятных монет, посвященных событиям в Величественной войне. И начинается эта серия с монеты Северный конвой. Потом победа в Сталинградской битве. Победа в битве на Курской дуге. Освобождение Киева монета. Ну и далее эти монеты идут. У меня пока их нет. Есть освобождение Будапешта. Есть освобождение Вены. И заканчивается эта серия капитуляции Японии. Пока у меня монет этих не все собраны, к сожалению. Но это монеты коллекционные. Они изготавливались в состоянии АНЦ. И изготавливались по технологии чеканки. Пруф. Давайте посмотрим следующие монеты. Ну, к сожалению, у меня нет, друзья, пока еще набора монет, посвященных 50-летию Победы и Великийственной войне, начиная с 1945 по 1995 год. Это такой своеобразный набор в буклете. Ну, я если его приобрету, естественно, я его сюда вставлять не стану. Потому что, если вы найдете монеты из каких-то коллекционных наборов, то, естественно, у вас пропадает ценность монет. И плюс еще у вас портится состояние монет. Поэтому я, скорее всего, сюда их не вставлю. Он будет у меня как-то отдельно. Вот. Такой набор будет стоить 1012. Я попробую сюда куда-нибудь вставить, ну, или полностью картинку вставить, как этот набор выглядит. Возможно, вы заинтересуетесь. Там тираж, по-моему, 300 или 400 тысяч экземпляров всего этого набора. Вот. Ну, достаточно мало. Точно не помню. По-моему, 300 тысяч тираж данного набора. Итак, друзья, следующие монеты. Это уже монеты нашего периода. Как сказать, современной России. Начинаются эти юбилеи Победы в Великой Стране войне. Монетами серии, серия монет Города Герои. Вот такие, друзья, монетки. Это Смоленск, Тула, Москва, Ленинград, Сталинград, Мурманск и Новороссийск. Я на каждой монете останавливаться, друзья, не буду. Потому что это очень много займет времени. Я обязательно вам сниму видео-шортс, где вы сможете вдоволь посмотреть на такую монету. Вот. Еще к этим монетам, просто лист так вот заполнен, к этим монетам еще есть две монеты, которые вышли тоже в эту серию. Это монеты вышли в 2017 году. Монеты называются Город-Герой Севастополь и Город-Герой Керчь. Вот. Давайте посмотрим теперь следующие юбилеи. Эти монеты наверняка вы тоже знаете. Юбилеи и Победы в Великой Честной Войне. Начинаются вот эти вот монеты Биметалл. Вот такие вот. 55 лет Победы в Великой Честной Войне. Вот такие монеты. Это монеты Палитрук. Палитрук. Московский и Санкт-Петербургский монетный двор. Далее у нас идут монеты 60 лет Победы ВОВ. Но мы не вдаемся в разновидности. Тут есть также разновидности вот этих монет. То есть разные штампеля и разные разновидности. Вот. Но мы не будем вдаваться. У меня там есть отдельные видео по поводу разновидности таких монет. Поэтому, если вам интересно, вы можете посмотреть другие видео. Ну, после этого, естественно, видео. Итак, друзья, вот такая вот монета. 60 лет Победы в Великой Честной Войне. Цена недорогая, в принципе, на нее. Она стоит в районе 30 рублей. Ну, она очень часто встречается. Тираж данной монеты очень большой. Поэтому ее очень легко можно было встретить, когда она прям ходила постоянно в обращении. Сейчас, к сожалению, мне монеты очень такие редко попадаются. Ну, называют ее еще звезда, эту монету. Называют, ну, вообще-то Вечный Огонь. Вот. Красивая монета, интересная. Следующая монета – это 65 лет Победы в Великой Честной Войне. Вот такая Георгиевская ленточка. Вот так вот она выглядит, друзья. 65 лет Победы. Красивая. Еще называют эту монету Бантик. Вот. Кто как называет. Ну, на нумизматическом языке называют Бантик. Вот такая монета номинала 10 рублей. Это уже монета в стальном исполнении. С покрытием. Также выпускала серия, посвященная 70-летию Победы в Великой Честной Войне. 1941-1945 годов. Вот такие, друзья, монеты выпускались. Это эмблема 80-летия Победы в Великой Честной Войне. Освобождение мира от фашизма. Окончание Второй Мировой войны. И вот такие, друзья мои, битва под Москвой. Сталинградская битва. Битва за Кавказ. Курская битва. Битва за Днепр. Карпатская операция. Битва за Ленинград. Белорусская операция. Львово-Асандомирская операция. Яско-Кишиневская операция. Операция по освобождению Карелии и Запорожья. Прибалтийская операция. Будапештская операция. Висло-Одерская операция. Восточно-Прусская операция. Венская операция. Берлинская операция. Пражская операция. Также выпускались монеты, посвященные обороне Севастополя. Обороне анджикмуйских камероломен. Кирченская десантная операция. Потом Крымская стратегическая наступательная операция. Партизаны и подпольщики Крыма. И также, конечно же, есть серия города-столицы государства, освобожденных советскими войсками от немецко-фашистских захватчиков. У нас была серия. Выходила она в 1995 году примерно. Посвященная как раз таки городам, которые освобождались. Там тоже есть некоторые монеты. Но здесь у нас более обширные и все монеты. У нас Киев, Минск, Винниус, Кишинев, Бухарест, Таллинн, Рига, Белград, Варшава, Будапешт, Братислава, Вена, Берлин, Прага. Вот такие, друзья, монеты. Выходили в честь юбилея, посвященного 80-летию Победы в Великобритании. Итак, друзья, вот монеты, которые я пропустил. Это города-герои. Севастополь. Вот монета. И монета у меня Керчь. Конечно же, к юбилеям. Ну, не к юбилеям, можно сказать, по военной тематике. Но связанные с Великой Вечественной войной. Это, конечно же, серия монет. Города воинской славы. Начинаются эти монеты с нашего... В последнее время у нас звучит часто в новостях город Белгород. Начинается эта серия с города Белгорода. Вот столько, друзья, монет. Плюс еще вот здесь у меня есть. Сейчас я вам покажу. Плюс вот эти вот две монетки. И, в принципе, эта серия этим заканчивается. Феодосия и город Гатчина. Вот эти две монеты, в принципе, серия заканчивается. Но также потом, после этой серии, буквально через пару лет, вышла серия... Ну, не через пару лет, наверное, чуть позже. Вышла серия города трудовой доблести. Это, можно сказать, это уже такие вот фронтовые города, которые у нас помогали ковать, да, одну единую победу. Вот. Давайте рассмотрим теперь серию монет, посвященных 75-летию победы в Великобритании войне. У нас вот столько вот монет, друзья, вышло. Это... Возможно, вы, кстати, эти монеты находили. Возможно, они вам попадались в обращении. Я, кстати, часто вылавливал эти монеты в обращении. Бывало, давали даже на сдачу в банках. То есть, это современные монеты. Вышли буквально недавно. Вот. И вот такие вот, друзья, у нас оружие Великой Победы. Называется эта серия монеты с оружием Великой Победы. Ну, разное у нас тут оружие. Это, например, М-30 Петров, например. Потом это идёт... Идут самолёты, пушки. Да, Ту, например, два Туполев. Вот. Як-9, Яковлев. То есть, это... Ну, ТТ, например, вот. Токарев. В общем, очень много вот этих вот монет с именно оружием Великой Победы. И, конечно же, эмблема празднования Великой Победы 75 лет. Я думаю, вам интересно такие видео. Вот. И далее у нас монеты. Естественно, я не могу не затронуть монеты города трудовой доблести. Вот эти монеты, друзья, города трудовой доблести. Боровичи, Екатеринбург, Иваново, Омск. Это те города, которые помогали, да, ковать Единую Победу. Где располагались основные производства, да, для поддержания обороноспособности фронта, да, для поддержания советской армии. Вот. И такие вот у нас монеты дальше идут. Это вот Ежевск, Иркутск, Монетогорск, Казань, Новосибирск. То есть большинство городов даже у нас, можно сказать, на Урале находятся уже практически Нижний Новгород, Нижний Тагил, Новокузнецк. Вот такие, друзья, монеты. Вот такой у нас небольшой, можно сказать, Парад Победы. Монет, которые вышли у нас в честь юбилеев. Например, у нас много вышло монетных серий, и немногие об этом знают. Например, города-герои, города-трудовой доблести, города-воинской славы, оружие Великой Победы. Возможно, это видео вас очень сильно мотивирует коллекционировать наши современные монеты. Вот. Если вам это видео понравилось, если вы досмотрели его до конца, обязательно поставьте лайк, подпишитесь на мой канал и смотрите мои другие видео. Также напоминаю, что у меня будет видео-шорс по каждой из этих монет. Ну, всем спасибо, всем пока и всем до скорых встреч!